Интересно все-таки свернулась спираль событий. Понятно? Предугадать перенасыщение откровенным автодерьмом России можно было бы, но чтобы так? Гипертрофированное княжество автодилеров, вложивших миллионы непонятно зачем и куда, вызывает естественную жалость. В нормальных странах дилеры не покупают дилерство. В нормальных странах у дилера ну шесть машин новых, а остальное БУ. Все то, что случилось, было естественно закономерно. Все то, что произойдет далее, нетрудно предсказать. Машины 2007 пикового по продажам года скоро слетят с гарантией. И вы, те кто еще не понял, поймете, как вас жестоко поимели низкоквалифицированные манагеры и гайковерты. И начнется битва за запчасти. Каждый первый продавец будет вешать вам лапшу на уши, обещая кратчайшие сроки. И у каждого первого запчасти будут высочайшего качества. В данной ситуации я бы советовал с осторожностью обращаться с такими господами. У нас ведь есть те, кто десятилетиями занимается подобной деятельностью. Вот Автолайф из них. Конечно, плотно и долго сидеть на запчастях дело неплохое. Но руководство Автолайфа, экспериментируя, дает вам обалденную свободу выбора смазочных материалов, например. Ну а учитывая, что в общем-то это оптовый продавец, то и в розницу, в принципе, по цене опта можно договориться, если дружить с этим магазином. Какое масло выбрать и что является эталоном? Не скажу. Поэтому вам самим надо выбирать и думать, какое масло вы хотите заливать. Но главное, чтобы можно было выбрать. Ну и вот порекомендую попробовать мотюль. Если вы не хотите даже пробовать мотюль, я вам так скажу, тут есть такие вот вещи дивные, как то различные очистители, смазки, цепи, карбюраторов, обезжиривателей. В общем, есть одна фирма такая, в которой продают многие магазины, торгующие маслами, автохимии. Так вот мотюль, скажем честно, кое-то чем удивляет. Здесь же в Автолайфе вы можете выбирать непосредственно свои цены и свое масло. Ну, чтобы больше всего порадовало, так это в ряду широчайшего ассортимента. Некоторые поредения цен на масла, допустим, бридж петрольного. Автолайф – это официальный дилер продукции BP. Эти масла 5W40 сейчас стоят за 4 литра 1170 рублей. То есть, ну, что-то сдвигается в наших мозгах, и мы начинаем привыкать к тому, что цены все-таки снижаются. Хотя это Россия, умом ее не понять. Вот. Такое же потрясающее снижение, ну, не потрясающее, но приятное снижение есть и на продукцию Кастрол. И теперь уже, возвращаясь к началу сюжета, скажу, что ну, пробуйте, экспериментируйте. Главное, есть точка, где дешево все продается. И здесь нет таких бешеных космических накруток. Это те пряники, которые остались из того грузовичка, что перевернулся на ликвидационные распродажи. Какой размер это осталось всего лишь? Ну, сейчас остались интересные позиции Хакапеллита, Nokia шины на 17 на Prado, на 15 и немножко на 16. Но это уже не шипованный, а липучка зимний. Ну, и правительство нам предоставило еще один пряник. И правительство Челябинской области утвердило, что таможенной ставки, прошу прощения, транспортный налог повышаться не будет. И правую роль никто отменять не собирается. То есть те 10 тысяч автомобилей, которые привезли, в общем-то, это все автомобили японские. На японские автомобили что у вас есть? Ну, мы как и работали по бэушным запчастям на японские автомобили. Так и продолжаем работать. Особенно это актуально сейчас в кризис. Больше стало заказов не на новые запчасти, а именно на бэушные. Единственное, по цене, конечно, они намного получаются дешевле, бывает в 2-3 раза. Единственное неудобство – это срок поставки все-таки до месяца может быть. То есть 3 недели и месяц. Потому что все-таки это Владивосток. Бывает такое, что какие-то запчасти есть в Новосибирске. Здесь срок, конечно, доставки. Ну, неделя-две. То есть можно спокойно покупать наш любимый правый руль. Да, в принципе, можно и левый, только вы знаете, какой. Потому что, ну, много машин сделано. Если треснулись, надо ли плакаться, как владельцам, допустим, новых корейских автомобилей. Возможно ли быстро отремонтировать? Ну, достаточно быстро, в течение месяца-двух, там, пока получив страховку, оформив ее, вытащив ее зубами из страховой компании. В этот момент можно спокойно, не спеша заказать и за недорого привезти запчасти БУ? Можно заказать недорого не только БУ запчасти и привезти, как сейчас правильно сказал, но можно привезти недорого и новые запчасти. Но только здесь надо понимать, что у поставщика, у различных поставщиков, соответственно, различные цены и сроки поставок. И бывает часто такое, что невысокая цена означает процент вероятности доставки или получения этой запчасти не более 60%. Это значит, что, возможно, она сегодня есть на складе, а возможно, нет. Все это зависит от человеческого фактора от списания на складе поставщика. То есть, проще сказать, что если у человека есть время подождать, то можно заказать новую запчасть по недорогой цене. И если произойдет отказ, то есть его нет на складе, тогда уже заказать следующий вариант более дорогой. Если у человека нет возможности ждать, ему нужно срочно запчасти, то тогда нет смысла гоняться за дешевизной, а лучше наверняка заказать запчасть, которая будет чуть дороже, но вероятность поставки будет 95%. То есть, практически, ну, стопроцентное получение запчасти через неделю-две. Человек такое странное животное, что постоянно ищет где-то халяву, где подешевле. Да, в принципе, здесь в Автолайфе халява. Только надо брать помногу. Тогда пооптовывать цене, может быть, даже если вы очень сильно понравитесь. Ну и тут небольшой варгинг и алярму. Я вам расскажу, как бы легко и просто заработать деньги. Элементарно. Вы организовываете, ну, какой-нибудь такой сервис. Вот. Берете вот такую фирменную канистру. Эта фирменная канистра запакована, вы очень аккуратно наливаете человеку такое же масло. Вообще, по цвету, если, допустим, что-то залетит дешевое, что-нибудь, разницы не будет. Ну, попасть можно всегда. Поэтому добра добра не ищут, и за копеечной выгодой не гоняйтесь. Ну, хотите здесь взять что-то подешевле, здесь есть в наличии. Хотите взять прикормленное, хорошее, породистое, пожалуйста. Я ничего не говорю. На рынок приходят и другие. И это их право. Тут вопрос борьбы за потребителя. Но, если вы говорите о традициях качества, то у Автолайфа они достаточно крепкие. Кстати, появление в сюжете кадров из солнечной и зеленой осени вполне объяснимо. Автолайф, расположенный по улице доменщиков 5А, не занимается поставкой запчастей к профессиональным видеокамерам. Они, естественно, не предназначены снимать на 30-ти градусном морозе. Но, заехав сюда за запчастями, либо маслами, ваше весеннее, летнее, осеннее настроение вернется. Потому как, если и даже размолотив нечаянно свое авто японского производства, например, вы цены на запчасти, сравнив с дилерскими, поймете, на ту дельту, которую вам завертели, можно, в принципе, дельтой американский слетать в такую же зеленую зимой, как и в Магнитогорск летом, Флориду. Редактор субтитров А.Семкин